Всем приветики, с вами Милис и мы продолжаем играть в Die Lie 2 Stay Human и остановимся на том, что мы поговорили с Хаконом и теперь нам нужно подойти к этому человечечку, чтобы по заданию, как говорится, нам нужно пробраться и обойти патруль миротворца. Так что я открыла уже эту вышку, поэтому здесь появилось сооружение, так что давайте... Так, кого буду ждать? Привет! Ты Хуберт? Кто спрашивает? Покупатель. Хочу кое-что купить. Эй, это ты тот, кого хотели повесить, да? Эй, Хуби! У тебя особый клиент! Тот самый пилигрим с базара! Стой! Я просто покупатель! Значит, это был Хуби, да? Ага. У него срочная встреча с другим покупателем. Конечно! Ну да, ну да. Спасибо. Хакон! Он убегает! Узнаю Хуби! Подожди-ка. Вижу его! Бежит на Север-Восток! Угу. 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 Отлично. Зачем надо было говорить, что я пилигрим? Они же все боятся меня. Почти догнал его. Ну, знаешь, я бегу как могу. Кому нужна лестница, если мы можем просто так пробежать? Давай-давай-давай. Беги-беги. Беги, мой маленький. У тебя все получится. Интересно, мы догоним и сделаем ему ата-та или как? Теперь еще за мной гонится. Отлично. У меня и так мало ХП. Ух! Ну, как он? Его здесь нет! Это невозможно! Я видел его! Этот Харёк спрятался. Посмотри вокруг. Стой, вижу его. Полезь наверх! Видишь, это здание в ЭГМ? Он лезет на крышу! Попробуй-ка вот это говноед. Да е-мое, отвалите от меня! Пожалуйста! идите отсюда пожалуйста уйди мне вообще вот туда вот надо знаете так теперь мне надо наверх да вы меня не достанете малыши не сегодня мои сладенькие смысл к я заберусь ты понимаешь пройдет пару лет а как а вот вот так вот так вот и вот так вот давай-давай-давай залазь отлично я просто хочу поговорить о чем я еще ни о чем не спрашивал говорят ты скупаешь краденая скупаю никогда перепродаю я ищу лазаря оружие лукаса бывшего командира миротворцев только не говори мне что не знаешь кто такой лукас на а тогда не буду знаю что-нибудь о лазаре ты шутишь даже если бы мне предложили эту пару костетов я бы не взял я не дурак это оружие уж слишком горячая почему ты от меня убегал потому что каждые пять минут кто-нибудь меня ловит ладно возможно иногда у людей есть причина на меня злиться но я все исправлю скоро в конечном итоге возможно откуда ты знаешь что лазаре топарные костеты я об этом не говорил да ладно кто не знал об этой маленькой слабости лукаса он всегда выставлял их на показ если бы кто-то подумал что они у меня он мог бы также подумать что я убил лукаса а это чушь но кто-то пытался продать их верно я же сказал тебе я ладно хорошо может и пытался но я не могу сказать кто конфиденциальность клиента хватит придуриваться говори или ее зовут майя я встретил ее в многоквартирном доме на мид пэкин сквер недалеко от старой мясной лавки но больше я ничего не знаю отстань от меня там рядом еще вроде какие-то армейские казармы я найду о мы можем это открыть а ну-ка может здесь будет ингибитор здесь хотя бы есть уф и свет я конечно бисец какой ой и твою налево твою я хочу уйти отсюда все хорошо кто же знал кто уже знал что там такой вот и ё-моё это жесть он второго уровня я ударила но вы наверное видели и вообще ему урона почти не нанесло так что пришлось бежать возможно там да есть и был ингибитор но я бы с ними справилась просто-напросто ну здравствуйте я еще не было в джунглях в квартире так отлично чутье обожаю чутье когда вы есть кому-то плохо похоже кто-то очень сильно зол событие не пойдет ой событие о чем я никакой событие а это мы наверно может там к ней пристают эти изверги понятно 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 настоящий сральник молодец а вот ингибитор даже два ухи ложки матрешки это мне нравится а ну-ка а навыки а блин не еще один а тут ничего я смотрю так о дети привет вы не знаете женщина по имени мая чё смешного моя не женщина она обычная девчонка так это ты пыталась продать хуберту оружие миротворца да этот козел не захотел брать разорался и погнался за мной как тебе попало оружие миротворца это наша общая находка мы тут зависали но и наткнулись на трупах тут такое часто мертвее не бывает мы обыскали его и я взяла себе эти штуковины потому что подумала что за них могут неплохо заплатить моя мне нужно это оружие это очень важно ты хочешь чтобы я просто так отдала тебе эту хреновину ты спятил это хреновина называется лазер и она принадлежала очень важному миротворцу если ее не вернуть начнется война помоги нам найти убийцу ладно отдам я тебе эту дурацкую штуку но за пять сотен сколько пять сотен сбрендила и вообще зачем тебе столько денег ты слона и свалился у нас не хватает воды а вода стоит денег моя эта штука очень опасно хочешь попасть в лапы миротворцем отдай ее мне хорошо все равно никто бы не купил еще и порезалась о них ничего себе на цену зарубила юмой у меня даже столько нет хорошо ну ты там хоть что-то дай замену е-мое все отчитайтесь перейс перед альтером отлично но все я пойду хорошо спасибо тебе большое за сотрудник да да вот так что точно выживаешь как он лазер у меня отлично отнеси айтеру классный подарок на день рождения хотя и понятия не имею когда этот корзил родился буду ждать у станции метро вот так теперь мне надо отсюда подняться наоборот выйти о чё кричать не думала что я в ночи буду выполнять просто обычное сюжетное задание можно было конечно переспать это время но чтоб меня но зачем зачем если можно же по хардкор уйти правильно правильно у тебя уже хпшки уменьшились от чего скажи мне а о отлично мы идем как раз таки к миротворцам возвращаемся так извините ребята и сегодня я с вами драться не желаю хотя в принципе можем попробовать можем попробовать потому что с вас выпадут штучки которые я бы хотела получить все обеим бегим просто бегим извините ребята не сегодня сегодня я занятым куда куда кому мы идем а к тому челику боссу привет 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 оу я вот тут не отвлекаюсь надеюсь не с пустыми руками я нашел лазаря да что от меня я был прав ты смог то что мы не смогли ну и где тот мудак у которого они были на мид пекин сквер ты же не отпустил его это мог быть убийца и я взял их у девочки ей лет десять она его не убивала нашла на трупе стоп к этому мы еще вернемся оставь нас что он ему делал так что это татуировка на руке похоже на созвездие это знаки различия когда у нас закончились материалы татуировки заменили нам погоны они показывают нашу иерархию как в тюрьме тюрьма или армия все равно везде есть иерархия ну тогда пропусти мне в центр работу теперь твоя очередь пропусти меня в центр я решаю когда будет открыт туннель центра смешным командование хочет чтобы я нашел убийцу айтер ты обещал успокойся пилигрим я держу свое слово во первых возьми это в знак моей благодарности айтер мне нужно в центр ясно ты кого-то ищешь верно я тоже хочу попасть в центр луп там моя жена и дети и я не могу защитить их пока нахожусь здесь туннель будет открыт когда я найду убийцу это понятно ты можешь помочь мне а можешь подождать пока я найду его сам я вижу кровь на лезвиях лазаря перед смертью лукаса удалось ранить убийцу у него должны быть ужасные раны если ты найдешь его ты поможешь не только мне но и самому себе ладно есть подозреваемые командир был убит на базаре наверняка кто-то из них жители базара простые люди зачем им бросать вам вызов а вот почему я хочу узнать правду до того как будет отдан приказ о применении силы к тому же внешность бывает обманчиво они хотят от нас избавиться они думают что анархия ключ к созданию нового мира что ж сейчас кругом одна анархия карл лицемер и мошенник промывающий людям мозги своими хитрыми речами он говорит что все равны но это чушь нельзя быть лидером и равным одновременно я постараюсь найти убийцу прекрасно это твой билет в центр возвращайся на базар мне еще нужно что-то знать да нужно но это совершенно секретно никому ни слова ой звучит серьезно тот кто убил лукаса забрал маленький трофей вырезал татуировку с его мертвой руки кто-то надругался над трупом это серьезный залет именно так если парни узнают что сделали с лукасом их не удержать и начнется бойня я рассказал тебе потому что если ты найдешь этот трофей ты найдешь и убийцу лукаса понял прям сейчас и займусь да мне как заняться больше с нечем поэтому этом дом построить семью найти детей вырастить а помидоры то скучает их посадить ладно найду пойду убить лукас куда мне идти не подскажите пожалуйста беспокоишься за меня да конечно у меня большая надежда на тебя теперь как он хочет с нами короче поговорить а чё ты здесь делаешь тебя а как тебя пустили сюда это хочет чтобы я нашел убийцу лукаса только тогда он пропустит меня в центру делаешь для него грязную работу неудивительно он велел мне начать базара я так и думал миротворцы и базар ненавидят друг друга только двое на базаре что-то решают один из них надутый проповедник карл на это я знаю а еще кто софи его правая рука она умеет находить общий язык самыми непокорными на базаре еще и славкач он все знает о том кто когда с кем и джо со своими бандитами но не бояться миротворцев я поговорю софи отыду и карлу или предпочтешь девушку софи вышли она не в моем вкусе и упрямая боже сам увидишь какие-то у него странное ранение на руке я конечно ни на что не намекаю но мы это ему не можем доверять на сто процентов 310 метров отлично а может быть чутка это переспим это время мы хотела сразу побежим но если мы короче урем то все просто потрясающе да спасибо замечательно я вас всех слышу но ничего зато у нас будет прокачиваться там справа все все самое интересное ух ух хорош хорош стоп а ты здесь вы тут они ребята раз вас тут двое всего улетел блин засранец и он улетел у не улетайте я хотела их полутать ну ё-моё не хотел их полутать забрать с них трофеи все же как бы прокачивается надо как не крутим так все а нет вот еще лаванда и вообще непонятно что о здравствуйте ребят а ты один тут вообще не пробиваешься вообще ты вообще не бьешься чё лишь 15 не могу не прикольно так все здесь больше ничего нет куда нам нам вот туда хорошо вы получили новое оружие на месте чтобы открыть инвентарь блин пора валить вали пожалуйста мой хороший ты чё я конечно все понимаю но это пипец это пипец посмотрите сколько и не убегает меня мне тебя как бы полутать надо он пропал да он пропал а он в кустах запрятался как 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 не его найти класс так хорошо сто тридцать с чем-то метров мне это радует очень сильно думаю я успею давай что отчет пиликаешь не великами пожалуйста давай не сегодня так ребята извините сегодня пройти можно пройти можно ты ты спасибо спасибо надеюсь тебя там сидят нормально взял перекрыл ход убийца в смысле кто полегче полегче он не дворец откуда они все время здесь крутятся я пилигрим он чужак пилигрим что он пришел из-за стен ни хера себе да да не знаю что привело тебя но будь аккуратнее спасибо а может ты станешь моим другом в этот раз с биомаркером не знаю карл велел отвезти тебя к нему познакомиться если ты появишься прекрасно раньше он хотел меня повесить так и запомните человечество построила цивилизацию оказавшуюся колоссом на глиняных ногах мы не должны повторить это ошибку он не хотел он был вынужден ты был угрозой для всех конечно не слушайте глупцов призывающих к реконструкции никакого восстановления не будет он там молитву читает проповедует это он на карачках или его служащий кто бы мог подумать пилигрим на базаре добро пожаловать да я еще жив несмотря на твои усилия вижу ты затаил обиду но будь ты на моем месте ты бы меня понял мы несем ответственность за безопасность всего базара и мы относимся к этому серьезно вот почему мы так поступили надеюсь ты нас простишь итак будь добр расскажи как сейчас обстоят дела во внешнем мире а ты меня позвал чтобы его посплетничать? слухи это все что тебе от меня нужно? нет но ты пришел извне и теперь ты среди моей паствы кто? мне нужно знать ты волк или овца так кто ты? офигел мне не нравится эта метафора эх да ясно пилигримов не интересует метафора и поэзия они предпочитают действовать кстати о действиях я ищу Софи неужели? и зачем же? другую сердцу хочу предложить другую сердцу я хочу спросить о ее смерти аукаса у меня для нее посылка это мое дело у меня для нее посылка это мы не будем рассказывать это мое дело посылочка неправда прости Софи никого не знает вне Велидора она родилась и выросла здесь наверное поэтому она так заботится об этом месте она мне очень помогает так что если это не посылка с соседней улицы мне придется назвать это блефом кто сказал что это блеф? я это видно за милю ну да ладно я скажу где она и знаешь почему? почему? потому что даже если у тебя дурные намерения она с тобой справится в смысле? мы с тобой справимся точно так же как справились в прошлый раз иди туда пока не увидишь настоящего великана это Герман силохранитель Софи она будет рядом спасибо не трудно было не лги мне больше пилигрим в конце концов я ведь не лгу тебе просто отвечай мне тем же хорошо хорошо он меня уговорил в этом так теперь нам нужно тогда отправиться ооо София нужно поговорить ой 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 какой ры-ры-ры-ры тихо успокойся успокойся какой злой держи пожалуйста его на коротком фотке я эйден тот пилигрим что недавно пришел в город ты хорошо информирована у меня нет выбора я здесь отвечаю за безопасность кроме того ты вчера довольно эффектно появился я ищу работу есть что на примете хм говорят ты можешь быть полезен но я хочу сама убедиться как насчет небольшого поручения для начала что ты предлагаешь подойди к нашим мастерам к альберто или к венчанце они оба знают где находятся самые чистые кристаллы они нужны мне для одной сделки ооо ооо альберто и венчанца расскажи о них отец и сын альберто отец часто запинается до эпидемии у него была своя мастерская и куча денег его сын венчанца немного застенчивый оба отличные мастера и умны могут сделать часы из старой жвачки и струны хорошо ты сказала что отвечаешь за безопасность на базаре что это значит это значит что я проломлю череп любому кто будет угрожать нашему сообществу свободных людей хорошо а из слов карла я понял что вы скорее пацифисты мы пытаемся отказаться от старых путей и открыть новую эру для человечества это истинная революция а для любой революции нужны две вещи идеология и вооруженные силы для ее насаждения хорошо что за сделку не нужно что-нибудь знать об этой одной сделке как говорит карл любопытство первый шаг на пути в ад ты в это веришь я верю что не надо доверять незнакомцам а тебя я не знаю пока еще сначала узнай где находятся кристаллы а там будет видно эти кристаллы что в них особенного они образовались во время химических бомбардировок своего рода побочный продукт люди верят что если носить их с собой инфекция распространяется медленнее честно говоря я в этом сомневаюсь но попробовать стоит так поэтому они для вас так важны по это и многим другим причинам их трудно достать сложно разбить и еще сложнее отдать они ведь такие красивые верно но самое главное это реальные осязаемые вещи намного более реальные чем старые деньги вот почему они такие чертовски дорогие хорошо я поищу тебя в их я поговорю с одним из ваших мастеров они должны быть на базаре и изи изи сейчас я всех их найду приветик 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 давно не виделись а ну-ка вы мастерская мастерская ну и где она ты сейчас на мастерскую я от софи она говорит вы знаете где есть кристаллы они уже присылали одного из своих пилигрим как зовут этого говнюка бар не он задавал тот же вопрос о темной зоне с кристаллами это что-то можно я скажу в 100 метрах от метро там есть большая вывеска фэшн 100 на другой стороне улицы спасибо так нам нужно поговорить софи я узнала где кристалл находится что-то узнал я узнал где это место но мне сказали что твой брат уже о нем спрашивал герман проверь не включил ли барни рацию а твой здоровья что они говорят барни ответь мне барни так вот почему он отключил рацию решил сам найти кристаллы снова он вставляет палки в колеса как я понимаю это уже не в первый раз он постоянно пытается отличиться в прошлый раз его ранили и это было не так давно все в игры играет я убью его просто убью его пойди убей как был ранен барни он не хочет говорить я думаю что это были миротворцы у брата есть от тебя секреты это не твое дело гарни ответь мне да пошло оно все если в таком состоянии он отправится в темную зону ему конец я могу попробовать его найти ты я уже бывал в темной зоне в госпитале в г в госпитале святого иосифа правда если ты спасешь его ты не пожалеешь иди немедленно нужно найти его до рассвета до рассвета в смысле полуночные истории исследуя город вы будете встречать персонажей отмеченных значком понятно это ночные истории задания которые лучше всего выполнять ночью после взаимодействия с персонажем нажмите ты чтобы промотать время к закату солнца и немедленно приступить к заданию барни что-то затеял на этот раз отмочаем отмотаем время к ночи отлично спасибо спасибо вам большое я поговорил с карлом до тебя а софи я кое-что для нее делаю кое-что спасти ее брата мне как бы сейчас тоже не очень-то и легко кажется там монстры отлично я я на себя набила охот вот молодец милина молодец отлично я слышу кого-то справа пожалуйста помогите нам нужна помощь что случилось нападение зараженных они сломали ветряк и все у фишки показали не знаю чем я могу помочь если мы снова не включим лампы то не переживем эту ночь мне не особо предохранитель хорошо я сделаю что смогу твою шамерику я снова я внутри пока никаких признаков парня ты должен найти его он должен быть где-то там я ищу поторопись скажи мне что ты в порядке так я ему кажется нашла идите сюда идите ко мне хорошие дети давай по голове ему и тебе по голове так давай давай смотри кого здесь можно еще обыскать так так мне уже нужен у нас нет и понятно так хорошо блин враги неподалеку кто ну а давай давай ну ну как ну так ну грибочки отлично так на всех случаев надо еще припустить грибов себе привет а ты чего раздеты не успел футболку надеть до подготовиться так нужно гриб съесть а то как бы капец блядь что мне теперь делать барни это ты кто ты мать твою меня прислала софи а я генерал миротворца кем бы ты ни был уёбывай это наши кристаллы понял ты их не пас барни открывай уёбывай софи я нашел барни но он заперся в комнате того не слушает меня барни твоя сестра за тебя беспокоится даже не не впутывай сюда топи но это правда тебе повезло что я занят контор барни я считаю до трех раз два три ты нихуя не получишь спасибо замечательно барни а мне чё делать мне нужны грибы да вы чё хренели то уйдите от меня так а ну давай открывай мы терпение кончается выбиваете чертова зель они ушли пошли освежиться с этой говорила что ты упрямый но не сказала что ты идиот за это можно получить попробуй нет птичка надо найти птичку кого он отвлек зараженных когда они напали на меня если б не он я бы кончил как каджа ты не в том состоянии чтобы кого-нибудь искать он ребенок чувак и обещал его мамке вернуть его ясно он отбил себе этих уродов чтобы я мог забрать кристаллы для базара я должен его найти ты не в он был на первом этаже когда меня окружили за ними погнали через боковую дверь ладно побудь здесь и жди сигнала я найду твоего друга затем вернусь за тобой понял поспеши так куда мне идти в эту боковую дверь лично видимо птичка след должен привести к нему нафиг 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 так я это поверку поднимусь пожалуй вот сюда наверх сюда все и по крыше я не хочу там понизу ходить сейчас плакаешь как заорет ладно ладно активируем и ветряк все же это будет хорошо если откроется еще одна зона куда мне личненько так отдыхаем отдыхаем так сколько ухаживай давай вниз быстрее быстрее давай поднимайся поднимая молодец и получилось отлично так куда дальше вот сюда хорошо все замечательно мы открыли плюс одну безопасную зону тогда да да мы построили город хорошо отлично все теперь мне пора отлично бонус ночного времени пропал кошмар потеряла бонус так мне куда-то вниз надо видимо вот сюда так курорт миротворцев хорошо нет 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 твою налево ну зачем мне так чертова погоняна вы специальник да нет никакой твою налево ненавижу ненавижу вас что за истерика ребята проблемы проблемы вы чего гоните никакой погони все нет ты кто попробуй 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 подойдите на давай 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 Pour Я их отвлёк. Прибил трёх заражённых. Видел? Да, двое были уже ранены. Но... Слушай. У меня сегодня день рождения. И... Окажешь услугу. Видишь? Вон там. О, рация. Нужно кое с кем связаться. Вот. Но нужно поспешить. Конечно, конечно. Мне кажется, он откинется. Я только... Приём. Мам. Это ты? Мам. Натан. Это ты? Что стряслось? Где ты? Всё хорошо, мам. Мы почти... Мы с Барни уже почти закончили. Барни? Он обещал мне беречь тебя. Не волнуйся, мам. Слушай. Они у нас. Кристаллы. Мы их забрали. Я убил троих. Троих заражённых. Я им показал. Нам правда пора идти. Тогда уходи оттуда и беги домой. Барни обещал. Да. Скоро. Мы скоро вернёмся, мам. Натан. Что происходит? Что происходит? Натан! 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 Эйден? Ты там? Ага. Пытаюсь добраться до Барни. Барни уже здесь. Только что пришёл. Он... Что? Он же должен был... Он тебе не поверил. Думал, что ты хочешь забрать Кристаллы. Он отправил меня за своим другом, чтобы сбежать? Не совсем так. Возвращайся на базар. Я тебе всё объясню. Хорошо. Думаю, на этом мы тогда приостановимся. И увидимся уже в следующей серии. Так что спасибо за просмотр. Не забудь свой царский лайкосик и подписочку на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok